Все, я начинаю. Вы начинаете? Да. Значит, у нас на конференции происходят какие-то странные вещи. Странность заключается в том, я отправил сюда два доклада. Один из них по гравитации, а другой по... Изменение веса тела. По гравитации я стараюсь выступать на каждой конференции. Меня вписали в четыре доклада. Причем один из них вообще не имеет представления, о чем он идет речь. А вот главный доклад, который я хотел сделать, каким-то странным образом вообще уплыл. Вот он. Здесь. Поскольку у меня такое количество докладов, я их все сокращаю. Если есть ваше разрешение, сделаю один по трем вопросам. Первый по гравитации. По-моему, самой неисследованной проблемой в физике является проблема гравитации. Читаю последний сборник по астрономии. Там написано. Гравитационные эксперименты чрезвычайно сложные. И чтобы провести простейший гравитационный эксперимент, нужно затратить 200-250 миллионов долларов. О чем это говорит? О том, что те, кто пишут такие большие доклады и такие большие разработки, не имеют представления о том, что такое гравитация. Ни малейшего представления. Они не имеют представления о том, что можно гравитационные эксперименты проводить в пятом классе учениками пятого класса. Вы понимаете? Я вам сейчас покажу, каким образом можно провести простейший гравитационный эксперимент, а потом покажу, как он проводится. Вон он. Итак, для проведения простейшего гравитационного эксперимента, нужно две любые палочки. Вот они. Можете взять металлические, деревянные, пластмассовые. Какие там еще? Какие хотите, такие делайте. Дальше. Берете маленькую палочку и подвешиваете ее на ниточке. Вот эта палочка и вот она подвешена на ниточке. Таким образом, чтобы у вас получились весы. Крутильня. После этого берете вторую палочку и подносите ее к крутильным весам на расстояние 2-3 сантиметра. Вот на таком. И вы увидите удивительную вещь. Эта палочка начнет притягивать эту. Она за ней пойдет. Можете вести ее хоть на весь оборот. Дальше. Отпустили, подождали, пока она остановится. Поднесете не на 2 сантиметра и 3, а на 2-3 миллиметра. Вот на такое расстояние. И вы увидите, как эта палочка будет толкать эту палочку. И можете толкать ее на 2-3 оборота. Единственная разница. Чем плотнее у вас материал, тем дольше вам нужно держать вот таким вот образом. Стеклянная палочка. Я держал по 40-50 секунд. Деревянная палочка. 3-10 секунд. Металлические до минуты и больше. Вот и вся разница. Почему это гравитация? А почему же это гравитация? Задает вопрос Вадима Ракимовича Ацуковской. У Вадима Ракимовича Ацуковского есть гравитационный прибор. Единственный в России. Который ему очень дорожит. И который старается никому не показывать. Во всяком случае, я его не видел. Я раскрываю тайну, которую он мне не разрешил раскрывать. Дело в том, что у меня такой же прибор есть. Владимир Ракимович об этом ничего не знает. Я тоже раскрываю тайну. Я взял вот эту палочку. Поднес вот так к этому прибору. И прибор показал наличие гравитационного поля. Вас возникает ответ? Нет. Почему оно гравитационное? А почему оно гравитационное? Это фактически. А вы знаете, почему Владимир Ракимович такой вопрос дает? Он вот, ну, хитрый. Он видит. Давайте сначала продемонстрируем. Давай, давай, давай. А потом продолжу про Владимира Ракимовича. Я извиняюсь. Он сам напросился. Поползла уже палочка. Поползла, поползла. Вот смотрите. Вот она держится. А я уже включили. А я выключил. Приближается? Видите? Вот приблизилась. Пошла? Пошла. Значит, сначала приближается, потом отталкивается. Отталкивается, а до себя в упруге силы здесь. Естественно, расстояние ближе. Это естественно. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет у него не крученая. Нет, не крученая. Нить у меня... Извините. Нить у меня из нейлона, не крученая. Я жду, пока она остановится. Потом начинаю с ней работать. Когда я задал вопрос, почему... Владимир Владимирович такой вопрос задает, а промолчил. Когда я задал вопрос с физиком, почему так происходит, ребята в умные, в умные, до невозможности. Они объясняют так. Вот вы поднесли палочку на такое расстояние. У вас здесь плюс электрический, а здесь минус. И начинается притяжение. А вот когда она притягивается, электроны с этой палочкой переходят на эту. С электризацией. Да. Получается, на обеих концах у нас получается один и тот же знак, и они начинают отталкиваться. Я говорю, очень даже хорошо. Я с вами согласен. В таком случае, я останавливаюсь, это дело, и снова подношу палочку на 2 сантиметра. И она опять притягивает. Возрядилась. Возрядилась. А откуда она постоянно получает эти заряды, чтобы то заряжаться, то разряжаться. А потом электроскоп не показывает ни каких зарядов, ни на этой, ни на этой. У меня же электроскоп под руками, долго что ли попробовать. Так вот объясните, что происходит, ребята. А ведь Владимир Акимович тоже знает, что говорит. Если вы это происходит, водите, то это не гравитационное взаимодействие. Здесь масса мизерная. И эти массы не могут такого гравитационного взаимодействия производить. А кто вам сказал, что массы взаимодействуют? Владимир Акимович, кто вам это сказал? Ньютон. А вы поверите? А я не поверил. Массы здесь не играют никакой роли. Это первое. Второе. А кто вам сказал, что гравитационные взаимодействия идут между центрами тел, а не оборот? Опять же, Ньютон. Вы поверили? Я нет. Так вот, если вы верите, что вы ни одного эксперимента гравитационного не проведете. Тем более такого простого. Я их положу уже 20 лет. Немножечко знаю, что это такое. А как-то ни странно, никто моих экспериментов повторять не хочет. А почему? Кому это надо? А потому что не надо. Ладно, с первой темой я закончу. Можно повторить еще раз вращение, кручение этих палочек, если вы хотите. Ну давайте повторим, посмотрите еще раз. Потом перейду ко второму вопросу. А то, что скрывает Владимир Акимович, говорит, что существующая гравитация с такой силой не притягиваться, не отталкиваться, палочки не могут. Значит, у них другая сила. Это уже ближе к себе. Что продолжить? Про другую силу? Продолженность потребуется. Ну ладно. Но она все равно гравитационная. Вот. Уже сработало или еще нет? А я не нажал. Пришла и ушла. Пришла и ушла. Еще раз пришла. Еще раз ушла. Кто хочет, можете повторять. Я эти вещи не изучал. Мне это неинтересно. Мое интересное найти эксперимент, поставить его, убедиться, что он выходит. А дальше надо, чтобы специалисты занимались этим. Потому что у меня терпения не хватает у разных этих самых производителей. Кстати, гравитационное притяжение отталкивания очень хорошо демонстрируется на некоторых приборах. Когда я сделал этот аппарат, который двигался по полу, 30 лет назад это было, не отталкиваясь ни от пола, ни от чего, я еще в закрытой форме, мне никто до сих пор в это не верит. А дело в том, что гравитационное притяжение отталкивания является волновым. А в волновой взаимодействии происходит зачет взаимосвязи свой фаз. Если фазы, косинус фаз дает единицу с плюсом, то мы имеем притяжение. И мы это все время имеем здесь, на Земле. Если косинус фаз дает ноль, то мы не имеем ни того, ни другого. Вот когда у нас вот такое примерно расстояние до палочек, палочки не работают. И не притягивают, и не отталкиваются. Это четко говорит о том, что мы имеем дело с гравитацией волновой. А если приблизим, то фазы сдвигаются, и получаем минус единицу. Косинус минус единица – это отталкивание. Вот так вот мы получаем отталкивание. Вот и все объяснение. А это объяснение только потому, никому не понятно, что физики имеют вот такую очень, очень, очень загадочную величину, которая носит название «гравитационная постоянная». На 300 лет нам демонстрируют, что она не постоянная. Нет ни одного эксперимента, который больше, чем на 3 знака, показал, что она постоянная. 3 знака постоянные, даже 3 уже начинает плясать. Она говорит, я не постоянная, я не постоянная, я не постоянная. А мы говорим, нет, ты постоянная. Так вот с этого начинается гравитация. Вот эта вот вещь, если мы ее распишем, то она видит вот такую форму имеет. 3 омега, омега 1 на 4 пи рот. Вот это вот говорит, что эта вещь нам постоянно не может. И когда мы это поставим, я это третий раз здесь говорю. А вы еще этого не заметили. И когда мы сюда подставим частоту тела, и будем этого тела частоту менять, то тело начнет изменять свой вес вплоть до полета. На этом я с гравитацией заканчиваю. Дальше все элементарно просто. Берете тело, изменяете частоту колебания и полетели. Это первое. А частота какая там у примера? Значит, у Земли 1,240 на 10 минус 3. У тело, где-то очень маленькая, где-то от минуса 10 в 5, 10 в 7 до 10 в 12. Я вам могу показать, если эти все уравнения, они имеют школьный вид. Так, я перехожу к другой теме. Где-то 15 или 16 лет назад я впервые заметил, что тела на Земле меняют свой вес. Заметил, обратив внимание на то, что Земля пульсирует. Вот здесь мне очень много сказали, но почему-то никто не сказал, что Земля пульсирует. Если я вам скажу, насколько она пульсирует, вы мне просто не поверите. Я однажды задал этот вопрос астроному, который рассказывал, что Земля не пульсирует, а вибрирует. И с амплитудой вот с такой. Я у него спросил, какая амплитуда. Он так гордо говорит 11 миллиметров. Я 10 с лишним лет не мог найти способы увидеть пульсацию Земли. Наконец пришел к выводу, прежде чем сам не поверил, что тела изменяют свой вес. Пока я не поверил, что тела изменяют свой вес, я найти этот способ не смог. Когда я поверил, что тела меняют свой вес, эксперимент оказался на редкость простой. Берем весы с точностью 5 знаков, берем несколько разных тел, и каждый день мы их взвешиваем. И берем эталонное тело, которое сделано из того же материала, который заложен в рычажные весы. Допустим, из сталь 3. Так вот, эталонный вес не меняет свой вес, а все остальные меняют. И меняют четко, в зависимости от того, где на орбите Земля находится относительно Солнца. И меняют на разную величину. Твердые тела, в основном, в пределах 1 грамма на 100 грамм веса за год. То есть, третий знак. Неплотные тела, как то дерево, оркстекло, пенза, меняют до 5, 6, 70 граммов на 100 грамм. То есть, очень и очень много. И эти изменения происходят от того, что Земля за год изменяет свой радиус на 435 километров. 435 километров. А человек за это время, двухметровый, меняет свой рост на 20 сантиметров. На 20? Совершенно верно, на 20. Но самое интересное то, что все остальные тела точно так же меняют и свои размеры, и свой вес. И если мы будем это все изменение фиксировать, то это будет 4, 5, 6 знаки. Значит, отсюда я пришел к выводу, что если мы будем в местах, где начинаются накапливаться гравитационные фруктации, свидетельствующие о начале возможного землетрясения, и у нас будет два таких грузика, которые изменяют свой вес на величину где-то в пределах 10 и в 10 раз, то мы спокойно зафиксируем начало накопления энергии землетрясения. А дальше у нас есть приборы, которые это могут в момент землетрясения зафиксировать за несколько минут и за несколько часов. Дело в том, чтобы поверить, что это происходит, и на соответствующем месте поставить соответствующие сейсмографы. Сдвоенные. Сейчас один грузик, а надо два. Вот и вся разница в сейсмографах. Значит, это второй вопрос. Видите, я голопом по Европам. Наконец, третий вопрос. Третий. Влияние геопатогенных зон на человека. Именно на человека. Потому что я именно это зафиксировал. И зафиксировал собственноручно. В 93-м году в Междуреченске упал самолет Гринка. Я обратил внимание на отводение по той простой причине, что впервые были опубликованы переговоры летчиков между собой. И оказалось, что летчики в своих переговорах не контролировали обстановку. То есть мышление у них было резко заторможенное. А потом я совершенно случайно оказался на том месте, где этот самолет упал. Это было через 2-3 года. И почувствовал. И наша группа была 11 человек. Я не буду говорить, чем мы занимались. Все равно не поверите. Вот. Значит, нас группа... Эта зона вела. Зона геопатогенная, зона мощная, где является живой зоной. И она нас вела. В первый раз она нас не пустила вообще. Мы поехали в 3 часа. Прекрасная погода. Переезжаем между Реченском. Проезжаем через 2 реки. Выезжаем. На дорогу начинается дождь. Проезжаем несколько километров. Дождь усиливается. И не хочет останавливаться. Едем полчаса. Разворачиваемся и едем обратно. Выезжаем из зоны. Дождь покращается. Зона контролировала нас. На другой день мы сказали, что все равно приедем. Поехали. Прекрасная погода. Проезжаем в Межрече. Выезжаем. Тучи сгущаются. Проезжаем километр рты. Начинается дождик. Чем дальше, тем больше. Никого нет. Никто не встречается. Никто нам не может показать, где это было место. Находим. В каждую дырку вылезаем. И километры на три едем. Сейчас через два. Влезли. А дальше дорогу пократил ручей. Ну, я в этот ручей, конечно, искупался. Это от дождя. Это соприк дождь. Я пытался его перебаться. В обоих машинах все заснули. А я нет. Они все экстрасенсы, а я нет. Они заснули. Подошел к руководителю, пытаясь его разбудить. Он говорит, я спать хочу не мешать-то мне. И я пошел в зону один. Иду. Когда я это рассказываю, мне никто не верит. Иду. Вдруг голос в голове. Ты куда идешь? Там ничего нет. Молчу. Иду. Ну, тебе же сказали. Ничего нет. Иду. Пустую исходишь. Иду. Все, что тебя говорят, не обращаю никакого внимания. Я баран по этому самому, по зодиаку. И пока не проверю, не поверю. И вдруг нахожу вот такую трубочку. Дюралевая. Под куштом. Она говорила. И она замолчала. Зона. Замолчала. А теперь слушайте, что происходит дальше. Еще с полкиометра прохожу. Сопка. Склон. И на склоне лежит самолет. Самолет, который не летел, а вот так падал. Вот так падал. Понимаете? Плашмя падал. Крыло. И в крыле сухое дерево пробило крыло насквозь. Вот так. Торчит из крыла. Если бы он падал так, он бы ее снес. А он падал вот так. Вот. Когда я подходил к этому месту, лежит бревно. А за бревном торчит столб. Столбик. Примерно двухдюймовый. Металлический. И на нем... Мраморная дощечка. Здесь такого-то погиб самолет. Погибло столько людей. Мир пахлых не. Я прохожу, подхожу самолет, начинаю все осматривать. Идет дождь. Я уже мокрый насквозь. Но дождь такой. Мелкий-мелкий, моросящий, осенний. Это клябрь месяц. Осматриваю все. И вдруг за моей спиной такой звук. Чмок. Метров на 200 все видно. А эти листья уже пали. Я разворачиваюсь и просматриваю все. И ничего не вижу. Все нормально. Тишина. Осмотрел все. Начинаю спускаться со склона. Перехожу через это дерево. Иду и вдруг голос. Возвращайся. Я спрашиваю, зачем? Молчок. Иду дальше. Возвращайся. Молчу. Спускаюсь. Снова голос. Возвращайся. Кому сказали. Я уже спустился. Думаю, что я там не видел. А зачем он мне говорил? Возвращайся. Поворачиваюсь и лезу снова наверх. Долезаю до этого дерева. Смотрю вокруг. Ничего. Разворачиваюсь, спускаюсь. И вдруг ко мне в голову приходит. Я же не видел этого знака. Поднимаюсь снова. Смотрю, нет знака. Мраморные дощечки, забитые примерно вот настолько в грунт. Куда она делась? А дождь идет, дождь продолжается. Начинаю ее искать. И начинаю действовать, совершенно не понимая, что я делаю сам. Вижу его, лежит на земле. Хватаю и начинаю забивать. Забил. Успокоился, пошел спускаться. Спускаюсь, на встречу мне идет руководитель нашей экспедиции. Я говорю, вот, лежит самолет. Я говорю, все, смотрел. Не пойдем. Она, у нас женщина была. Она говорит, нет, пойдем. Я снова полез в эту самую и стал смотреть. Ей ничего не показали. А мне показали. Я потом не мог понять, зачем мне показали. Сейчас понимаю. Ну так вот. Вот, кто это древо выдернул. И как оно упало? Только вернувшись, вернувшись в Межреченск, я понял, что я запустил глупость. Вместо того, чтобы забивать, надо было посмотреть, как оно упало. А я не посмотрел. И на другой день я настоял, чтобы мы снова поехали туда. Приехали туда, я посмотрел. Оно было выдернуто. Если бы оно упало вот так, то там был бы след. А его не было. Оно было выдернуто и положено, потому что не примяло траву. А потом, если бы упало, полтора сантиметра мрамора на дощечку такого плана разбилось бы. Оно не разбилось. Кто выдернул ее? Я бы ее втроем не вытянул. Вот это зона. Но теперь коротенько о другой зоне. Год до полтора тому назад, в апреле прошлого года, разбился самолет президента Польши. За 40 минут до него, того, как он разбился, приземлился другой самолет. В том же тумане. Он приземлился нормально, и нормально работали летчики и диспетчеры. Когда приземлился самолет президента, диспетчеры отставали подачи своих рекомендаций летчику на полминуты. За полминуты самолет от этого места уходил ой, как далеко. И на это обратили внимание не психологи, не летчики. Корреспонденты говорят. Польского радио и телевидения обратили внимание. А почему? Они что, специально прийти к выводу, что этот самолет сажал, сажала зона, никто не пришел. Когда летчики влетели в эту зону, их все команды и все прочее регулировала зона. Более того, она начала регулировать еще на взлете. Я на эту тему написал книжку, называется «Гибель президента». Ее легко найти в интернете. Там очень много таких факторов, но главное, когда человек летает в зону, и если его время жизни кончилось, зона его посадит. Время жизни всех, кого собрал президент, кончилось. Судьба их посадила. Разрешите, я на это не закончу. Я вам рассказал не самое главное. Самое главное, что мы должны понимать, что земля живая, и ее элементы тоже живые. И мы к ним должны относиться, как к живым существам. Ну, наверное. Кстати, вы извините, что я такой нахал, я не пробую. Сейчас обед у нас, а то... Так, значит, на все, что я говорю, я могу и вы предложить эксперимент, и вы предложить формулу, и вы предложить объяснение, совершенно отсутствующее современной физики. Пожалуйста, вопросы. У меня три короткие вопросы. Первый вопрос. Я, возможно, ослышался. Разрешение меняется на 435 метров или километров. Километров. Мне послышат километры, я удивился. Километров. Да. Я только слышал, я усомнился. Это правильно. Вы правильные сомнения. Второе. Второе. Значит, ага. Второе. Так. Вот то, что зона вела, это похоже на мистику, но я материалист на мозга костей и по воспитанию побеждению. И поэтому никакую мистику, никакую там, эзотерику, не признаю и не верю. Выберите, выберите. И земля живая. Я отвечаю на ваш вопрос. Я слышу, еще чищи, булыжники живые все. Так. Ну ладно. Отвечайте. Вы задали какой вопрос. Я вам отвечу. Да, еще, еще. Сейчас вы перемен, потом продолжите. Закончим вопрос. Вот то, что вы рассказали с этой зоной, это похоже на ругаска, пикник на почву. Вопрос, вопрос ваш. Значит, я отвечаю на вопрос. Значит, сделайте очень простую мысль. Выберите большую, сильную зону. Так. И придите на нее. И придите на нее. И в уме держите, я тебя накажу. Эту зону. Вы в ней падете. Вот вам эксперимент. Значит, товарищи, я хочу напомнить одну вещь, что Анатолий Федорович Черняев единственный человек, который всерьез исследовал Сасовскую аномалию в 1999 году и выпустил книгу, два издания. Камни падают в небо. Ну, третья вопроса, не знаю. Ну, вот, камни падают в небо. Это единственное, потому что все остальные ученые, даже те, которые побывали там, откресились от этого дела. А Анатолий Федорович, так сказать, добросовестно все это дело изучил. Ну, вот, значит, и мне даже понятно, что он там нашел, сделал там и так далее. Значит, ну, собственно говоря, это все, что я хотел сказать. Все, спасибо. Обед, обед.